Приветствую вас, друзья! С вами снова Антон, канал Акваферма. И сегодня мы поговорим о том, что же такое осетры, какая, собственно, систематика, что это у нас вообще за рыба такая. Смотрим! Итак, было в комментариях заданы вопросы, а что же такое осетры, какие, соответственно, они бывают. Расскажите подробнее вообще, в принципе, об этой рыбе. Постараюсь сейчас сделать для вас доклад, чтобы после просмотра этого ролика у вас было полное понимание, какие, собственно, осетры вообще в мире бывают и где они, собственно, в этом большом животном мире, какое место они занимают. А также коснемся темы того, чем у нас отличается стерлядь от белуги и так далее. То есть такой общий информативный ролик о том, чтобы вообще понять, кто такие осетрыобразные. Итак, друзья, я не буду останавливаться и подробно рассказывать систематику. И тут читать лекцию, кто такие лучеперые рыбы, хрящевые гоноиды. Мне кажется, это лишнее, более, скажем так, легче будет понять следующую классификацию. Вот до наших дней дожили рыбы, которые производят черную икру, по сути, в первую очередь, двух групп, скажем так. Это веслоносы, их буквально пара видов на всей планете. Это рыба, которая тоже обладает черной икрой. Она, в принципе, является близким родственником остальных осетровых, но ее питание и внешний вид сильно отличаются от осетровых. Это рыба с таким большущим носом. Обитает она главным образом, собственно, их два представителя. Один в Америке, другой, соответственно, на территории Евразии. Кушает, соответственно, она зоопланктон. Является, считается не хищником, да. Ну и, соответственно, стоит особнячком. Хотя в некоторых странах ее, в принципе, используют. И она являлась до определенного времени в Советском Союзе даже рыбой перспективной для прудового выращивания. Ну и сейчас, как таковые, там, работы по ней не ведутся. То есть веслоноса сразу как бы убираем. Это вот отдельный такой товарищ. Он сразу особнячком у нас стоит. Теперь возвращаемся до осетры. Вот все остальное, что в мире есть, что дает, соответственно, черную икру, это, соответственно, осетрообразные. И как же они отличаются? В этой группе небольшой тоже есть немножко, скажем так, изгоев. Это лопатоносы. Они тоже особнячком стоят. Их осталось там практически не осталось. Но вот они тоже там защищены. Все в Красной книге. На них тоже мы останавливаться не будем, потому что, собственно, они мало относятся к главной теме. Вот все остальное это непосредственно осетры. Теперь поговорим непосредственно об осетрах. Осетров обитает большое количество. Обитают они по всему земному шару. Часть осетров, они очень сильно привязаны к той местности, где они обитают. Например, есть отдельный, считается отдельным видом, байкальский осетр. Это осетр, который вот обитает, вот Байкал. Все, больше он нигде не обитает. Есть также осетр, например, японский осетр. То же самое, очень небольшой ареал обитания. Ареал это место, да, где, соответственно, находится в живой природе данный организм. Значит, их существует большое количество. Между собой, чтобы вы понимали, их можно разделить следующим образом. Они могут обладать разным количеством хромосом. Здесь мы немножко, как бы, ну, такой краткий экскурс в генетику. Каждый знает, что такое хромосомы, да. Вот все хромосомы, они имеют пары. У человека, например, 46 хромосом. Все знают, что, соответственно, вот, если хромосом не 46, то могут возникнуть серьезные, там, отклонения. То же самое у рыбы. У рыбы, соответственно, есть определенное количество хромосом. Это очень сильно влияет на то, как рыба между собой может или не может скрещиваться. Как вы понимаете, если у вас, у родительских форм, да, у одной формы, там, условно, 120 хромосом, а у другой, например, 240 хромосом, то гибриды, которые будут получены при скрещивании таких видов, они с высокой вероятностью будут, возможно, вообще не жизнеспособны. А если жизнеспособны, то вряд ли фертильны. Фертильны – это значит плодовиты. Соответственно, вот у всех остальных осетров, про которых мы говорим, да, вот мы отбросили этих лопатоносов, свислоносов стрёмненьких, да, мы их всех отбросили, мы сейчас про осетров говорим. Они разделяются именно по такому принципу. То есть есть виды среди осетров, которые обладают, скажем так, меньшим количеством хромосом, а именно 120 хромосом, а есть виды, которые обладают большим количеством хромосом, у них их 240. Почему так произошло? В какой-то момент давным-давно, это такая, ну, самая, скажем так, распространенная теория, в процессе, в процессе, соответственно, эволюции, какая-то рыбка, вот у нее произошла такая мутация, и таким образом у нее удвоились эти хромосомы. Видимо, это дало ей какое-то конкурентное преимущество, и в дальнейшем мы получили целую плеяду, соответственно, ее потомков, которые сохранили эту мутацию и живут себе со своими 240 хромосомами. Ну, теперь давайте самое интересное. Кто же у нас какими хромосомами обладает? Такая рыба, как белуга, обладает набором хромосом 120. С ней же вместе, таким же набором обладает всем известная стерлядь, севрюга и шипть. Как вы понимаете, все эти рыбки, вы, наверное, поняли, да, это как раз те, кто обитают у нас непосредственно в Азове и в Каспии. Остальные же осетры, они обладают набором хромосом, ну, они обладают 240 хромосомами, да, то есть о ком мы теперь говорим? Это русский осетр, это сибирский осетр, это американский белый осетр, это китайский осетр, и, как ни странно, это калуга. Причем долгое время калуга считалась сестрой белуги, но, скажем так, такой дальневосточной сестрой. То есть она тоже хищник, у нее большой рот, она по экстерьеру сильно похожа, но совсем недавно стало известно, что калуга как раз по своему хромосомному набору относятся ближе к сибирскому осетру, чем непосредственно к белуге. То есть вот еще раз, да, 120 хромосом, это у нас белуга, стерлядь, севрюга и шип, а остальные осетры, сибирский осетр, русский осетр, там, байкальский тот же осетр, да, о котором я уже говорил, там, японский осетр, китайский осетр, калуга, они все обладают 240 хромосомами. Теперь вы, наверное, спросите, а нахрена там, Антон, нам это рассказываешь про эти хромосомы, зачем это? А это нужно для того, чтобы вы поняли, каким образом между собой осетры могут вступать в контакт и образовывать потомство. То есть вот те рыбы, которых я перечислил, которые обладают 120 хромосомами, это те рыбы, которые могут давать потомство, и это потомство плодовито, оно фертильно. То есть белуга, стерлить, севрюга, шип, вот эти вот рыбы все, там очень, например, очень распространен гибрид, например, севрюга, стерлить, да, они все плодовитые гибриды. И наоборот, да, те гибриды, которые получаются при стрещивании, например, русского осетра и сибирского осетра, так как и те, и те 240, тоже замечательно получаются плодовитые гибриды. Вы спросите, а что же, если я буду, постараюсь скрестить, соответственно, осетров с разным набором хромосом? Ну, такие гибриды просто будут не фертильны, они будут не плодовиты. То есть вы можете, например, скрестить стерлить из сибирского осетра, но такие гибриды зачастую они не плодовиты. То есть это, скажем, тупик, все, дальше там ничего селекционировать уже не получится, потому что разный набор хромосом. Вы спросите, и зачем же Антон, ты нам все это рассказываешь? Про каждого из осетров можно рассказывать очень долго. То есть каждый осетр, будь то... Опять же, вот нужно понимать, осетр, да, кто такой осетр? Нет такой рыбы осетр. Вот это тоже сложно понять многим людям, да, вот кому-то это станет полезно. Нет такой рыбы осетр. Нету. Есть, соответственно, сибирский осетр, есть русский осетр, есть стерлить, есть севрюга, есть шип. То есть каждая из этих рыб, она имеет свое название. Нет ни одной рыбы, которая бы называлась просто осетр. Такой рыбы не существует. Поэтому, когда я говорю осетр, я подразумеваю, соответственно, всех осетрообразных. Начиная, соответственно, от белуги, да, там, то есть это по большому счету такое собирательное название, да. Значит, и теперь для чего я это рассказываю? Чтобы было понимание о том, кто такие гибриды и почему, собственно, их делают. А делают их по следующей причине. Каждому из вас из школы наверняка знакомо понятие гетерозис. Что же такое гетерозис? Гетерозис это явление, которое обусловлено тем, что чем дальше друг от друга у нас находятся родители в плане подвидовом, да, тем, соответственно, сильнее и жизнеспособнее у нас получается потомство. Есть несколько теорий, почему, собственно, так происходит. Потому что явление гетерозиса, оно замечено не только в животноводстве, не только там в рыбоводстве. Оно с успехом используется в растеневодстве. У каждого, может быть, перед глазами помнится картинка из учебника по биологии, где показывают скрещивание дальних родителей по пшенице и получаются, соответственно, там такие замечательные большие колосья. Да, явление гетерозиса вот прям вот воочию. Здесь есть похожая ситуация. То есть мы имеем, например, сибирского осетра и русского осетра. Родительские формы обладают своими особенностями. Русский осетр, например, нагуливается в море в соленой воде. Сибирский осетр нагуливается в пресной воде. У них разный размер, у них разное созревание. Они адаптированы к разной зимовке. То есть целый ряд вот факторов, по которым они отличаются, потому что они приспосабливаются тем местам, где они жили. Но если мы берем этих двух родителей, да, русского осетра, например, осибирского, и скрещиваем их, то мы получаем потомство, которое берет все лучшее от обоих. То есть оно обладает более высокой скоростью роста. Значительно лучшей адаптационной составляющей. То есть она гораздо лучше принимает изменяющиеся условия среды. Она значительно меньше болеет. Она обладает более стойким иммунитетом. То есть, другими словами, когда мы берем вот этих двух родителей, которые давным-давно имели общего предка, но разбежались и приспособились к тем местам, где они обитают, природа, скажем так, отсеивает все лишнее, вычищая их генетику, и производит на свет нечто лучшее. На самом деле, это такая очевидная вещь. То есть я думаю, что сейчас у вас сформировалось представление, зачем, соответственно, это делается. То есть гибриды, они сильнее. Нужно понимать, что в дальнейшем это явление гетерозиса, оно ослабевает. То есть после того, как мы получили вот этого первого, скажем так, гибрида от дальних родителей, да, вот сибирского, русского, например, да, следующие их потомки, двух, соответственно, вот этих вот роликов, да, двух гибридов, они уже будут значительно слабее. То есть там начинается расщепление, они уже будут обладать разными, соответственно, свойствами, разными признаками. Экстерьер, соответственно, тоже там начинает меняться. То есть мы уже там, мы уже там не получаем этого эффекта. Поэтому рыбоводы, они с успехом это все дело используют и держат, например, вот то, к чему я сейчас, да, иду, держат маточное стадо русского осетра, например, да, маточное стадо сибирского осетра, получают из них гибридов, а не чистых линий. По той простой причине, что гибриды для выращивания там на мясо, они больше подходят, они меньше болеют, ну, я уже рассказывал про это, да, то есть вот все вот эти моменты. При этом не надо думать, что гибрид это какой-то монстр, мутант, полученный где-то там в лаборатории, это там кушает. То есть здесь у людей из-за незнания часто возникает стереотип, что гибрид это что-то там от ГМО. Да ничего подобного здесь нет совершенно. Более того, гибрида, они в природе замечательным образом образуются, то есть у того же, около того же Каспия или там в Приазовье, есть огромное количество гибридов там тех же шипов, которые там между собой замечательно тоже, то есть имеют множество там подвидов. То есть в какой-то момент он там скрестился там с той же стерлядью, в какой-то момент там севрюга где-то мимо пробежала, то есть там целая плеяда есть разных осетров, которые в дикой природе замечательно тоже между собой там периодически скрещиваются. Потому что нам людям сложно понять, что такая разная рыба и при этом может иметь плодовитое потомство. Это так. Стерлядь там весит условно 7 килограмм, а белуга может весить там 300 килограмм. Для человека кажется, ну как, тут союз невозможен. Да нет, возможен. Причем более того, этот союз даст дальнейшее потомство. То есть если это произошло в природе, понятно, что в природе такое происходит не так часто, как мы это делаем. Но смысл состоит в том, что данный гибрид, он будет плодовид. В дальнейшем он тоже сможет дать потомство. То есть это абсолютно полноценная рыба. И все эти рыбы, они являются родственниками. Вот это на самом деле момент, который мне очень хочется донести до широкой аудитории, чтобы люди понимали вообще, что из себя представляет гибрид. Потому что тот же бестер, он незаслуженно пользуется такой дурной славой, что это что-то там выращенное, где-то там, там, для того, чтобы, и что-то это там плохое. Кушать это, соответственно, не стоит. Есть вот чистый сибирский осетр или там чистая белуга, а есть вот этот бестер непонятный, и вот кушать его не надо. Да нет, бестер замечательный и абсолютно понятный, надеюсь, теперь вам. Потому что я объяснил, каким образом он образуется, почему он образуется, почему он, соответственно, такой классный, так быстро зреет, так быстро растет, обладает такой высокой адаптацией. В общем, теперь вы понимаете, для чего, собственно, делают гибридов, и что гибриды ничем, соответственно, не страшны. Это замечательная штука, и надо активно это дело в рыбоводстве, конечно, использовать. При этом не забывая, конечно, и о чистых линиях, потому что никаких гибридов хороших у нас не будет, если у нас нет хороших чистых линий. То есть нам в любом случае нужно иметь маточные стада чистых линий, тогда мы можем получать хороших гибридов. Да, то есть только так этот процесс работает. Теперь по поводу гибридов, да, хочется еще два слова сказать. Есть, соответственно, мясные гибриды, есть гибриды, которые хороши на икру. Почему? Потому что есть свойства, да, которые предусматривают быстрый набор мяса, быстрый рост, это, соответственно, мясное направление. Здесь лидер, конечно, это бестер или тот же ролик. А есть гибриды, которые хорошо идут на икру. Это, конечно, гибрида на стерлить, потому что она самая быстрозреющая. То есть это тот же бестер, он тоже здесь идет. Но кроме этого там скрещивают, например, стерлить с еврюгой. Или, например, китайцы, они активно скрещивают аморского осетра и калугу. Да, у них, соответственно, вся икра, то есть там все осетроводство у них, оно представлено этими большей частью двумя видами. И, собственно, вся черная икра, которая производится в Китае, это черная икра калуги и аморского осетра. Я надеюсь, сейчас вот у вас сформировалось, в общем, понимание о том, кто такие осетры, кого на кого можно крестить, и почему, собственно, это делается и зачем это делается. Надеюсь, этот ролик был полезен. До новых встреч, друзья! Субтитры сделал DimaTorzok